Несколько месяцев шло судебное разбирательство ТСЖ «Аметист» против собственника квартиры. Исковые требования были предельно понятными. Взыскать собственника долг по оплате домофона, за использование кладовой на техническом этаже, а также оплату потерь и утечек. То, что показалось обычным жителю дома, смутило юристов. И тогда началась настоящая борьба с представителями ТСЖ. Судебное разбирательство закончилось. Суд признал незаконные требования правления, которое хотело, по сути дела, обогатиться за счет конкретного собственника квартиры. Руководство ТСЖ попыталось оспорить решение суда. Однако оно осталось в силе. Такой случай еще раз доказывает, что слова специалистов верны. Сфера ЖКХ действительно является одной из самых прозрачных в экономике. Опытные юристы могут привести не один пример, когда управляющая компания взымает платежи за несуществующие услуги. К тому же в платежном документе один и тот же платеж может дублироваться. В 2014 году принята примерная форма платежного документа, который предусматривает передачу вам до того, как вы понесете деньги. У нас же все происходит в Рязани наоборот. Вы думаете, сколько вам отнести в КВЦ, в бухгалтерию управляющей компании или в товарищество собственников жилья, где платежи делаются неправильно. И по приходу вам говорят, вот с вас 3 тысячи, с вас 4 тысячи. А первичную форму платежного документа у нас в Рязани, как правило, никто не получает. Уже упомянутая ТСЖ такую форму в суде не предъявила. А попытка осудить человека за те платежи, которые он делать не должен, закончилась ничем. Это еще раз доказывает, что бороться за свои права можно и нужно. Тот, кто просмотряет этот сюжет, понимает, что он также обманут, что он должен делать, советы такие. Если с вас берут деньги с домофон, вы можете вернуть их за три последних года. Я не говорю, что платить не надо за домофон. Дело в том, что домофон является общедомовым имуществом и его оплата включена в содержание жилья. Вопросы у жителей домов также вызывает и строка в платежном документе под названием «Общедомовое имущество». Юрист рассказал нам, что туда входит. Общедомовое имущество – это все, из чего состоит весь дом. То есть это крыши, чердаки, подвалы, лифты, лестничные клетки, уборка, лампочки, которые меняются, обрезка деревьев, в летний период побелка стволов, поливка газонов. Вот все это должно быть включено в смету, которую утверждает общее собрание с собственником на квартирного дома. Специалисты отмечают, что за последнее время люди стали юридически грамотнее, чем раньше. Сейчас куда больше людей обращаются в суд и не боятся отстаивать свои права. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».